всем привет с вами снова я и сегодня у меня видео с моими покупками из магазина fix price для вас у меня два пакета которые стоят сейчас на столе уберу их сторону и покажу что же я сегодня купила первое с чего я начну это детские игрушки в этот раз когда пришла в магазин fix price не смогла устоять набрала целую кучу не знаю конечно хорошие они или нет но артуру очень нравится в рот он их уже не сует поэтому играть ребенку одно удовольствие первое что я хочу показать это вот такая коробка игрушка-ловушка акула развивает ловкость и реакцию 3 плюс хотя конечно для нас это еще пока рановато но как вы уже знаете наверное с предыдущих моих видео я беру для ребенка заранее если мне что-то нравится я знаю что у меня есть возможность купить эту игрушку то конечно же беру заранее вот такая развивающая игрушка-ловушка именно у нас это акула хотя вообще есть три дизайна акула собака и крокодил но в магазине были в основном акулы была также одна собака и крокодил но почему-то были сломаны не знаю возможно просто слетели скрепление а возможно будет сломано совсем я не стала там разбираться просто купила акулу и все в чем принцип этой игрушки то есть открываете пасть нажимаете по очереди на каждый из зубьев и вот в определенный момент игрушка захлопывается и ловит того человека кто в этот момент нажимал на зубчики если вы успеваете убрать руку то она вас не ловит если нет то попадаете в пасть к этой акуле очень интересная занимательная игрушка не только для детей также для взрослых мы в нее уже играли и каждый кто участвует в этой игре как правило пытается убрать руку и не у всех это получается пока она больше для нас чем для артура далее что хочу показать это игрушка ретро автомобиль инерционный инерционные игрушки фикс прайс я уже покупала нам они очень нравятся тем что ее толкаешь ли дальше она едет сама ее надо всего лишь чуть-чуть подтолкнуть дальше она катится очень удобно артуру нравится и поэтому когда увидела новый дизайн конечно же ему купила пополняем автопарк ребенка конечно же он ей пользоваться начнет прямо сейчас как я закончу это видео следующее что хочу показать это вот как вы видите ручки уже тянутся следующее что хочу показать это игрушечный паровозик с инерционным механизмом стоила эта игрушка также как и предыдущие 55 рублей а акула стоила 99 у этой игрушки такой же принцип как у предыдущей тоже она ездит сама то есть как бы подтолкнули и все механизмы у них у всех одинаковые и еще одна игрушка он тоже с таким же механизмом до веселая инерционная машинка при движении двигает глазами и языком давайте посмотрим так ли это или нет если честно когда покупала я это не видела просто взяла потому что мне понравился дизайн но сейчас покручу задние колесики посмотрим да она на самом деле двигает языком и глазами я думаю ребенку очень понравится далее следующее что хочу показать это вот такой саксофон игрушка музыкальная труба со светом саксофон или что это вообще просто дудка нажимаете на кнопку начинает светиться и если начать дуть с этого конца то звучит характерный звук вот попыталась вам показать как это работает довольно таки забавная игрушка стоила она всего лишь 55 рублей далее следующее что хочу показать это вот такой мяч как вы видите артур его уже нашел и успел немножко помуслякать не знаю обычно вот такие игрушки он уже не сует в рот но мячик почему-то он успел облизнуть мячик со световым эффектом его наверное больше привлекла этикетка чем все остальное так как у него есть другие мячики и они без этикеток и их он не облизывает этот мячик светится внутри у него в данном случае по моему это лангуст еще что-то там насыпано светится она минуту то есть ее надо просто ударить о пола по какой-либо поверхность и она начинает светиться и последняя игрушка которая купила это космический бластер со звуком и светом стоил он 99 рублей эта игрушка нам рановато и артур пока не понимает куда надо нажимать но довольно таки прикольно кстати батарейки в комплекте не шли мы ставили отдельно когда нажимаешь на курок начинает светиться и звенеть артура конечно это привлекает но когда ему даешь эту игрушку в руки он не понимает для чего она нужна как вы видите ручки постоянно тянутся поэтому я сейчас артуру дам некоторые игрушки пусть играет не буду ребенка больше мучить пусть радуется следующее что вам покажу это скраб для тела виноградно-сахарный интенсивный уход я уже брала в такой же баночке кофейный он мне очень понравился вообще классный скраб и ничем не хуже тех которые продают других магазинах и если честно было недавно в магазине рубльбум и фитокосметик продавали там но уже совсем по другим ценам поэтому если у вас есть рубльбум рядышком можете тоже пройти посмотреть и узнаете какая там цена если что купить вообще этот скраб мне очень нравится я брала скраб суфле в большой банке тоже от фитокосметик и он мне понравился меньше потому что расход у него больше свойства хуже как бы не так хорошо действует скраб это действует намного лучше и он намного экономнее питает и восстанавливает упругость кожи молота виноградная косточка тростниковый сахар и масло миндаля это прекрасно родное рецепт для очищения упругости кожи ну и многое другое если вам интересно можете поставить на паузу и прочитать давайте откроем посмотрим что за аромат у этого скраба аромат у него классный ягодный вообще такой насыщенный если честно даже не сколько похоже на виноград сколько на клюкву такой немножечко кисленький с маслом миндаля и соком клюквы на самом деле аромат больше похож на клюкву чем на виноград но пахнет классно я думаю действовать будет так же как предыдущий по пользу сил если что смотрите видео о пустых баночках я расскажу насколько эффективен этот скраб далее следующие предметы которые я хочу показать это бытовая химия и предметы для дома первым что у меня идет это крем мыло брусничный мусс объем 1250 миллилитров до этого я уже брала в такой же упаковке от этой же фирмы аромат у нас был липовый цвет или ландыш если честно даже не помню на заднем фоне играет ребенок я думаю вам слышно и насколько я помню кто крем мыло не такое же она и крем мыло она более жидкая я думала она будет погуще пришла в этот раз фикс прайс там было только это мыло другого не было поэтому пришлось взять его видимо все мыло раскупили далее следующих что хочу показать это кондиционер для белья ленор аромат вдохновленной природы масло ши у нас до этого был аромат орхидеи не помню если честно точное название потому что я покупала давно и тот кондиционер мне очень нравился поэтому я взяла в этот раз кинур аромат я уже проверил поэтому открывать при вас не буду тот запах был лучше но это тоже не настолько плохой тот больше пахнет цветочным ароматом такой запахом духов этот почему-то более химозный и напоминает больше запах порошка чем-либо другого и что меня еще увидеть удивило когда была в магазине что баночка не полная а почему-то кондиционер начинается вот отсюда то есть еще до верха довольно таки много хотя до этого брала другой ленор и жидкость начиналась практически от горлышка флакон рассчитан на 26 стирк на самом деле хватает его надолго пользуюсь я уже тем ленором давно и он у меня все еще никак не закончится там в принципе осталось не так много где-то примерно столько поэтому я решила сразу взять себе на замену и пока тот не закончился этим скорее всего пользоваться не буду хотя посмотрю может быть буду комбинировать надеюсь этот ленор ничем не хуже чем тот который брала до этого далее следующее что я хочу показать этой губкой для посуды профиль от фирмы bone home тут у меня 6 штук с выемкой для пальцев для всех типов посуды вообще мне нравится больше губки именно вот такой формы не просто квадратные прямоугольные именно вот с таким репленым краем так как мне кажется они мылиться лучше их удобнее держать и хватает их довольно таки надолго то есть не снашиваются они после первых двух дней использования мягкий слой для деликатного мытья жесткий слой для сильных загрязнений вообще губки меняя часто поэтому я думаю это упаковки не не хватит надолго если что пойду в рубль бум возьму себе еще пачку кубок или также поеду фикс прайс и куплю там если мне эти понравится далее следующее что хочу показать это салфет далее следующее что хочу показать это салфетка для столовых приборов от фирмы kitchen вот такая салфеточка если честно вид у нее не очень киев ни разу не пользовались она новая но почему-то такой вид что кажется как будто ей уже попользовались изрядно краешки у нее обгорели она вся помятая хотя бы как купил вам сразу решила показать цвета у них также разные может быть завоз такой но все это для меня не так важно брала я эти салфетки не для столовых приборов брала я их в баню так как когда залазишь на полок так как в бане очень сильно нагревается доски когда залазишь парилку чтобы не обжечь и взяла эти салфеточки очень удобно каждому своя как бы каждый кто идет с собой берет стелет под попу и не обжигается все очень комфортно удобно до этого я уже брала три таких салфетки нам очень они понравились они уже износились поэтому решила взять еще три каждая салфеточка стоила по моему 50 рублей точную цену некоторых товаров не помню но чек будет в конце видео по если вам интерес вы сможете сами посмотреть цену на тот или иной товар и последние два товара которые покажу один товар из них я уже покупала первый контейнер который я хочу показать его я уже покупала он больше для помад и для другой какой-либо косметики лично у меня стоят палетки теней и помады другой контейнер он вот такого типа с одного конца немного скругленные с другой стороны другие ячейки тоже можно поставить помады и положить то я как думаю ватной палочки или что-либо еще стоил каждый контейнер 77 рублей и я знаю еще появился новый вид этих контейнеров тоже такой же прозрачный но в виде ящичков который выдвигается но придя в наш фикс прайс конечно же я его не увидела либо его еще не привезли так как те и эти я знаю вышли в одно и то же время наверное просто те раскупили а эти нет поэтому когда следующий раз пойду фикс прайс конечно же буду охотиться за теми контейнерами и если нервусь на них то обязательно куплю себе парочку штук а может быть штуки три и сделаю из них небольшой комодик на этом у меня практически все осталось последняя позиция это конечно же канцелярии ну как я без нее по моему ни один поход фикс прайс не обходится без покупки какого-либо блокнотика или ручки фломастеров первое что хочу показать вот такой блокнот зеркальцем стоил он 55 рублей формат у него а6 объем если честно тут по моему не написан состав бумага стекло серый картон а вот объем 96 листов просто сразу не увидела обыкновенный блокнот в клетку в принципе ничего такого в нем нет но довольно таки милый и не знаю не смогла пройти мем поэтому я его взяла следующим что я покажу это ежедневник стоил он уже подороже 99 рублей и он намного круче чем предыдущего и дизайн у него интереснее когда я брала этот ежедневник там также были другие обложки с другим рисунком но наполнению всех одинаково поэтому решила что не буду брать несколько одинаковых возьму один остальные брать не буду ежедневник состоит из 384 страниц он довольно таки большой формат у него опять сначала у нас идут личные данные потом календарь часовые пояса коды и и все такое в принципе если вам интересно могу более подробно заснять показать все свои блокнотики из фикс прайса далее идет просто календарь ежедневник но как вы уже наверное знаете я просто коллекционирую эти блокнот у меня их огромное множество они мне очень нравятся и когда становится грустно я просто достаю их начинаю перебирать и это снимает депрессию поэтому не надо написать для чего мне их столько просто нравится я релаксирую таким образом далее следующее что хочу показать и это набор разноцветных клейких лент с блестками набор скотчей здесь у меня четыре штуки не написан метраж но обычно здесь три или четыре метра по моему 4 в последний раз было пришла в этот раз фикс прайс увидела вот с таким дизайном именно с этими рисунками меня еще клейких лент не было поэтому когда увидел конечно же взяла пополняя свою коллекцию у меня их довольно таки много хочу собрать все которые возможно но я их не только собираю ими конечно же еще пользуюсь они очень удобные интересные и довольно таки неплохо клеится при последние два моих товара которые хочу показать это фломастер фигурном пенале каждому из них по 12 штук в предыдущем видео я уже брала вот такой зелененький с кепочкой этот был не мой вернее мне его пришлось отдать поэтому когда в этот раз пришла я конечно же взяла еще раз зелененькой крышкой то есть кепочка и взяла со шляпкой почему взяла два контейнера так как посмотрела вроде бы по 12 штук но цвета у них разные то есть наполнение разное сейчас открою один покажу какие здесь цвета я думаю вам будет видно вот розовый серый темно-синий зеленый как бы разные открою другой контейнер покажу какие цвета в нем вот чтобы вы примерно понимали если в правой стороне у меня нету черного фломастера в левую на меня есть и также с коричневыми цветами голубыми зелеными то есть наверное я думаю цвета отличаются по крайней мере цвета упаковок очень отличаются и мне хочется сравнить насколько они отличаются внутри сейчас я возьму листочек с бумагой и выберу какие-то одинаковые цвета вернее по упаковкам одинаковые проверим одинаковые все-таки они или нет может быть я зря купила два контейнера в погоне что будут разные цвета вот достала два красных фломастера один за дно упаковки другой другой и сейчас нанесу их на листочек и протестируем насколько эти цвета расхожи или похожи и вообще зря ли я покупала две упаковки или нет как на первый взгляд мне кажется очень разница заметно то что потемнее конечно же поярче то что посветлее немного побледнее поэтому я думаю что купила скорее всего не зря также сейчас протестируем желтый тот который в розовой упаковочке такой яркий лимонный желтый тот который в зеленой упаковочке с кепкой более с оранжеватым под текстом фломастеры разные поэтому если вы будете фикс прайсе конечно же берите обе упаковочки потому что фломастеры разные цвета отличаются довольно таки неплохого качества если честно фломастеры с фикс прайс мне нравится поэтому я беру неоднократно это не первая моя упаковочка и как вы наверное понимаете уже не последняя и последние фломастеры которые хочу показать этот двухсторонний фломастеры здесь у меня 10 штук 20 цветов цена товара 99 рублей предыдущий фломастер стоили по 55 рублей за упаковку все они от фирмы от kids fantasy я думаю на заднем фоне вам слышно как разговаривает артур как тут пишут удобная треугольная форма яркие насыщенные цвета насколько я знаю это новинка фикс прайс раньше я в нашем магазине этих фломастеров не видела поэтому когда увидела решила взять вот такой фломастер то есть посередине он скреплен и не открывается открывается с разных концов колпачки как обычно они с дырочками то есть защита для детей чтобы ребенок не задохнулся если не дай бог проглотит колпачок давайте посмотрим красненькие и как вы наверное уже видите эти фломастеры намного ярче также грифель у них намного толще и пока мне нравится цвета довольно таки сочные сейчас попробуем еще один цвет темно-коричневый и светло-коричневый этими фломастерами если честно я довольно даже больше чем предыдущими потому что они такие сочные яркие те как будто полусухие что ли и цвета у тех более бледные рисую как могу и так и сяк держать в руке очень удобно и я думаю пользоваться этими фломастерами будет тоже очень удобно еще последний фломастер темно-синий и голубой если хотите увидеть более подробный обзор на эти фломастер то дайте мне знать я обязательно засниму подобное видео ну конечно же как обещала в конце своего видео показать чек поэтому вот смотрите если вам интересно хотите узнать цены можете поставить на стоп и посмотреть более подробно рассмотреть каждую цену каждую позицию на этом у меня все если вам понравилось мое видео то поставьте пальчик вверх мне будет очень приятно я буду знать что не зря старалась также подписывайтесь на мой канал группу вконтакте инстаграм там выходит много интересно то что я не показываю эфире если остались какие-либо вопросы то пишите в комментариях спасибо за внимание всех целую пока пока